Девятнадцатого ноября СМИ облетело видео передвижения Toyota Land Cruiser, ставшей участницей вчерашнего ДТП на Восточном мосту. Как мы уже сообщали, в той аварии пострадали четыре человека. Они находились в автомобилях, следовавших в сторону улицы Вакжаново, на пути которых оказалась вылетевшая навстречу Toyota. Мы работали на месте происшествия и разговаривали с водителем внедорожника. Молодой человек сказал нам, что его машину подрезал попутный автомобиль, и именно это стало причиной вылета навстречу. Это видео ставит под сомнение слова водителя Land Cruiser. Напомним, прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД обратили внимание на несоответствие резины Toyota погодным условиям. Водитель передвигался на летней резине, но вообще-то нужно уже сменить ее давно было на зимнюю резину. Ошипованную или не ошипованную, это уже сам хозяин выбирает. Но, однако, передвижение на летней резине в таких условиях чревато произошедшим ДТП в том числе. По прогнозу, гидромедцентры с четверга в Тверскую область придут морозы. Ситуация на дорогах резко обострится. Будьте внимательны и не превышайте скорость. Уголовные дела в отношении двух жителей Твери, обвиняемых в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, поступили в суд для рассмотрения по существу. Один из обвиняемых – бывший начальник отдела по обслуживанию зданий ГБУ Тверской области, учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и сооружений. Он обвиняется в халатности. Из материалов уголовного дела следует, что вечером 16 февраля в результате падения значительной снежной массы и глыб льда с крыши дома номер 12Б по улице Новоторская на деревянный защитный навес, примыкающий к зданию, произошло его разрушение. Фрагментами навеса и упавшими с крыши снегом и льдом трём жителям Твери были причинены различные телесные повреждения. У одной из пострадавших травмы расцениваются как тяжкий вред здоровью. Как считает следствие, причинение пострадавшим травм стало возможным ввиду неорганизации своевременной очистки кровли дома от снега и наледя лицами, ответственными за его содержание. Так, в ходе расследования установлен факт ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей начальника бандела по обслуживанию зданий, учреждения по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и сооружений, который, являясь лицом ответственным за исполнение контракта по содержанию административных зданий на территории города Твери, ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности по осуществлению организаций и контролю за работой подрядной организации, что повлекло образование значительной снежной массы на крыше дома. О ходе судебного заседания мы сообщим в следующих выпусках патрульной службы. Сегодня стало известно об обнаружении девушки-подростка, о розыске которой мы сообщали в предыдущем выпуске патрульной службы. Девушка жива и здорова. Следственный комитет сообщает, никаких противоправных действий в отношении пропавшей не совершалось.